Бизнес-презентации занудная фигня, но не всегда. Бизнес-презентации должны быть краткими, понятными и побуждающими что-то делать. К сожалению, некоторым людям требуются годы, чтобы это усвоить, да и не всем дается. Но сейчас мы это исправим. За 20 минут я покажу вам ключевые трюки с презентациями, которые я узнал за время работы в McKinsey. Поехали. Три ключевых трюка. 1. Каждая презентация – это история, созданная на основе повествования или пирамиды. 2. Каждый слайд – это идея плюс доказательства. И 3. Доказательства должны быть структурированы. Мы тут же применим трюки на практике. При вас я создам шаблон презентации для стратегических сессий. С нуля до неплохого документа первого дня. Воспользуйтесь тайм-тегом, чтобы листать было удобнее. Все отличные презентации похожи друг на друга. Каждая хреновая презентация хреново по-своему. Это верно, Олег Николаевич. Но большинство хреновых презентаций хреновые, потому что они являются набором несвязанных фактов или просто занудны. В первом случае аудитория сразу теряется, и когда люди просыпаются таки к концу презентации, они не понимают, как там очутились. Во втором случае они вообще не просыпаются. Пожалейте людей! Свяжите несвязные факты в связную историю. Ещё как можно, Стив! Ты сто раз так делал в своих презах. Каждая презентация должна быть историей. Поэтому, приступая к работе над презентацией, сначала построите сюжетную линию, так называемый сторилайн. Как построить сторилайн? Определите мысли, которые хотите донести, а затем построить их в логической последовательности, используя повествование или пирамиду. Итак, какие же существуют фреймворки для повествования? Путь героя, трёхактная структура, формула повествования Pixar. Ладно, давайте не будем тут закапываться, потому что мы всё-таки не мультфильм Pixar снимаем. А жаль. Вот популярная и супер простая схема. Ситуация, проблема, решение. Вы начинаете с ситуации, затем объясняете проблему, связанную с этой ситуацией, а потом объясняете решение, которое предлагаете для вот этой самой проблемы. Вот пример. Ситуация. Производственная компания имеет 1% брака в продукции против 0.1% в среднем по отрасли. Проблема. Это приводит к рекламациям на 5 миллионов долларов и потере доверия клиентов ещё миллионов на 20, а то и больше. Решение. Компания должна инвестировать 10 миллионов долларов в 3 инструмента контроля качества. Вы можете немного подкорректировать схему под свои нужды, как я это сделал в начале этого видео. Ситуация. Бизнес-презентации занудная фигня. Поворотный момент. Но не всегда. Решение. Давайте починим презентации. Ну, собственно говоря, об этом как раз и всё видео. Или вы можете использовать другую схему повествования в зависимости от ваших потребностей. Как, например, здесь. Знаменитая презентация Tesla Energy Keynote 2015 года и соответствующая ей схема повествования. Есть и другой вариант создания истории. Он немного менее захватывающий, но более структурированный и способный объяснить сложное. Это... Принцип пирамиды предполагает, что идеи должны образовывать иерархическую структуру, так называемое дерево вопросов, или пирамиду. Главная идея или вывод располагается наверху, или в моём случае слева. Вывод распадается на несколько идей более низкого уровня, которые объясняют, доказывают или детализируют этот самый вывод. Каждая из этих идей, в свою очередь, распадается на ещё один уровень идей. И так до бесконечности может продолжаться, но на практике хватает трёх-четырёх уровней. Вот более бизнесовый пример. Обратите внимание, что каждый более низкий уровень обосновывает идеи более высокого уровня. В то время как каждый более высокий уровень объединяет идеи более низкого уровня и отвечает на вопросы «Ну и что?» и «Что с того?» и «Зачем мы об этом говорим?» В идеальном мире идеи одного уровня должны быть взаимоисключающими и, по совокупности, исчерпывающими. По-английски это называется «missi» – «mutually exclusive and collectively exhaustive». Это означает, что они охватывали бы все возможные варианты и не пересекались. Примеры разбивки «missi» включают внешние и внутренние факторы, сезоны – зима, весна, лето, осень, возраст – до 18, с 18 до 65, старше 65 и так далее. Однако быть «missi» в реальной жизни нелегко. Даже написать разбивку «missi» для полов уже нетривиально. Хотя нет, стойте, это кривой перевод моего англоязычного видео. В России есть только два пола – мужской и женский. Это как раз «missi». Но в менее однозначных ситуациях при построении пирамиды просто постарайтесь охватить как можно более широкий спектр идей и избежать наложений. Всегда нужно помнить о порядке следования идей. И этот порядок ни в коем случае не может быть случайным. Обычно он основывается на приоритете или на каком-то другом соображении. Например, для идей второго уровня в нашем примере имеет смысл начать с того, почему вообще Маск может захотеть закрыть твиттер и потом уже размышлять над тем, сможет ли он это сделать. Вся прелесть этой пирамиды в том, что она в два счета превращается в презентацию. Все, что вам нужно сделать, это добавить детали на каждом слайде, чтобы доказать утверждение в заголовках презентации. Мы сделаем это в следующей части видео. Но не про твиттер, правда. А то вдруг Маск видео это посмотрит. Он же, кажется, и по-русски понимает. Давайте вернемся к примеру, который я озвучил в начале видео. Шаблон презентации для стратегической сессии. Сторилайн должен начинаться с высокоуровневого видения того, куда хочет прийти компания, и спускаться к конкретным шагам, как именно туда попасть. Первый шаг. Создание сторилайна. Давайте воспользуемся для этого мира. Я составлю 2-3 уровня вопросов, стараясь быть на столько миссии, насколько это возможно. А затем заменю их утверждениями или гипотезами. Верхнеурневый вопрос здесь звучит так. На чем клиенту сфокусироваться в ближайшие 3 года? А на втором уровне он распадается на 4 подвопроса. Первый. Каких результатов хочет достичь клиент? Второй. На каких рынках будет работать клиент? Третий. Что нужно клиенту для победы? И, наконец, четвертый. Каковы требуемые навыки и компетенции? Это известный фреймворк Play2Win. Вопрос, на каких рынках будет работать клиент, далее распадается на 3 подвопроса. О внешних факторах, конкурентах и самом клиенте. А что нужно для победы? Распадается еще на 3 подвопроса. О факторах успеха и предпосылка. Далее я выбираю, какие вопросы включить в сторилайн. Я исключаю промежуточные вопросы, чтобы сделать сторилайн покороче. Далее я располагаю стикеры в линию. И, наконец, я заменяю вопросы утверждениями или гипотезами. На самой страцессии мы подтвердим, опровергнем или скорректируем их. Итак, вот он, наш предварительный сторилайн, или сюжетная линия. Дальше мы будем его детализировать. У нас есть сторилайн, либо из повествования, либо из пирамиды. Сторилайн распадается на отдельные утверждения, которые становятся заголовками слайдов. Такие заголовки называются активными, или по-английски action titles. Они предлагают ключевые выводы или действия. Так аудитория сразу понимает, к чему клонит автор. Автор сам же в лоб об этом заявляет. Как удобно. Контент слайдов в таком случае – это вспомогательные идеи, объяснения или доказательства этих самых утверждений. Активные заголовки являются отличным примером топ-даун коммуникации. Сначала суть, детали позже. Идея топ-даун коммуникации настолько важна для мира топ-менеджмента, что мы сделаем небольшое отступление и разберем ее подробнее. Сначала главная мысль, а потом объяснение и детали. Вот и все. Почему топ-менеджер любит такой подход? Потому что он экономит их время и внимание. Вот пример. ВОЛА! Ничего не поняли? Это окей, я тоже. Давайте перепишем мысли героя топ-даун, то есть сверху вниз, начиная с ключевой идеи и затем добавляя детали, ну и, конечно, используя лексику попроще. А, собственно, давайте на русский это все переведем к тому же. Так-то лучше. Основная мысль ясна сразу. Детали, если они необходимы, тоже есть, но их можно и пропустить. Приведу еще один пример, чтобы подход топ-даун стал совсем понятным. Тут директор по стране восторженно рассказывает боссу о достижениях команды. Однако его сообщение многословно, не структурировано и недостаточно конкретно. Оно больше похоже на какой-то поток сознания, чем на коммуникацию между руководителями. Ситуацию спасет подход топ-даун. Смотрите. Почти то же сообщение, но организованное по принципу топ-даун, включая уместные детали и исключая лишнее. Обратите внимание, что вторая версия легче читается и воспринимается, как и в примере с V4Vendetta. Думаю, с топ-даун теперь все понятно, поэтому можем двигаться дальше. Давайте вернемся к активным заголовкам. Они должны быть частью сторилайна и выводами из каждого конкретного слайда. Как правильно писать активные заголовки? Просто убедитесь, что ваш заголовок приносит какую-то пользу, а не просто занимает место из серии «Лишь бы был». Это означает пять вещей. Во-первых, заголовок — это резюме слайда. Посмотрите на содержание слайда и спросите себя, а зачем я вообще это показываю? Каков вывод? Ответ должен быть названием вашего слайда. Второе. Один слайд — одно сообщение. Если ваш вывод — это два отдельных утверждения, лучше разделить и слайд на два отдельных слайда. Три. Заголовок должен быть конкретным, по возможности с цифрами. Старайтесь избегать бесспорных истин и абсолютных утверждений. Сорян, Кэп. Четыре. Заголовок фокусируется на результатах, а не на процессах. Не хвалитесь проделанной вами работой. Потраченные усилия никого не волнуют. По крайней мере, пока вы не покажете результаты работы. И пять. Заголовок должен быть лаконичен. Помните, краткость — сестра таланта. В качестве упражнения давайте придумаем активный заголовок для слайда. Вот слайд. В идеальном мире мы бы начали с ключевой идеи, а затем придумали бы содержание. Но иногда приходится действовать наоборот, то есть снизу вверх. У нас есть некоторый анализ, и теперь нам нужно придумать, что из него можно извлечь. Вот это, собственно, и есть наша ситуация. Какой активный заголовок вы бы придумали для этого слайда? Сейчас вы можете поставить видео на паузу и подумать. Надеюсь, вы придумали свой вариант. Поскольку я не могу дать вам обратную связь в видео на YouTube, к сожалению, давайте посмотрим на несколько возможных заголовков и обсудим, почему они ок или не ок. Наш первый кандидат — это просто какое-то описание данных. В нем нет никаких выводов, поэтому не подходит. Второй кандидат — слишком поверхностный. В топку его. Что насчет третьего кандидата? Он объясняет, что Шейн действует не как конкуренты, но не упоминает о результатах. Неплохо, но можно лучше. Четвертый кандидат. Мобильный фэшн-бренд с выручкой 30 миллиардов долларов обгоняет H&M. В этом утверждении лаконично передается вся суть и результаты следующей из данных. Вот оно-то нам и подойдет. Конечно, могут быть и другие варианты заголовков. И это окей. Главное, что теперь вы знаете, какие заголовки не окей и почему. Давайте вернемся к нашей страт-сессии. У нас есть заголовки, они же идеи, которые мы хотим передать из предыдущего шага. Теперь подумаем о контенте для каждого слайда. Сейчас я хочу подготовить доказательства и объяснения для каждого заголовка. Пойдем по порядку. Первый слайд. Это резюме всей презентации. Он должен состоять из двух частей. В левой диаграмма Waterfall, которая объясняет, как клиент будет достигать желаемое видение выручки за счет разных продуктов. В правой части подробно описываются инициативы и риски, связанные с каждым продуктом. Второй слайд объясняет видение, то есть стратегические цели по выручке. На нем показан график с темпами роста и блок с драйверами роста. Третий слайд. Про бизнес-среду. Я собираюсь использовать для этого слайда фреймворк PESTLE. Политические, экономические, социальные, технологические, правовые и экологические факторы. Ну и выводы, конечно. Четвертый слайд. Про конкурентов и их относительные позиции в прошлом и в этом году. Я также добавлю столбец комментариев для описания их конкретных преимуществ. Пятый слайд. Про конкуренты и преимущества теперь уже клиенты. Пока что воспользуемся простым SWOT анализом. Шестой слайд. Список ключевых факторов успеха с подробными пояснениями. Я разбиваю факторы на группы, о чем расскажу подробнее чуть позже. Я также использую мунчарты для обозначения интенсивности. Седьмой слайд. Про стратегические инициативы, направленные на реализацию факторов успеха. Опять же, я группирую инициативы для удобства понимания. Восьмой слайд. Про риски. Я просто скопирую предыдущий слайд и немного его отредактирую. И, наконец, девятый слайд. Посвящен необходимым навыкам и компетенциям. У меня есть колонки для описания компетенций, соответствующих инициатив и потребностей по найму. Здесь я снова использую мунчарты. Ну, собственно, готово. Вот черновик презентации. В McKinsey чаще всего я отправлял такой документ нашим дизайнерам и получал готовые шаблоны слайдов. Затем я заполнял их контентом. Однако в этом видео я сделаю еще один шаг и сам нарисую все слайды. Итак, предыдущие два шага были одинаковыми для разных типов презентаций. Будь то консалтерские презентации для инвесторов или сайтов директоров, выступления в стиле TED или продуктовые презентации в стиле Стива Джобса. Однако третий шаг отличается. Стив никогда бы не писал десятки слов на своих слайдах. Вместо этого он демонстрировал продукт. Поэтому, если у вас есть классный продукт, выключите нафиг YouTube и идите репетировать продукт демо. Ой же, это не iPhone. Ой, sorry, Стив. Если же вы делаете презентации по стратегии и формате распечаток, а не красивых картинок на огромном экране, послушайте еще немного. Доказательства должны быть структурированы. Почему? Потому что структура упрощает коммуникацию. Проще значит лучше. Существует несколько основных элементов структуры, которые могут помочь. Во-первых, это диаграммы и круги с числами. Диаграммы эффективно демонстрируют количественные данные. Если же нужно добавить еще одно измерение к данным, на помощь придут круги с числами. Иногда можно использовать даже таблицу, но не злоупотребляйтесь этим. Два. Источники данных и единицы измерения. Источники и единицы измерения сдают контекст данным на слайде. Если вы в них накосячите, люди не поверят и всему остальному. Так что будьте внимательны. Три. Блок для выводов. Активный заголовок – это главный вывод. Но иногда нужны и промежуточные выводы. В этом случае используйте специальный блок внизу или справа. Коллауты и стикеры. Коллауты добавляют детали к данным. А стикеры типа иллюстративный, предварительный, помогают управлять ожиданиями аудитории, чтобы особо не обнадеживать. Пять. Блоки для группировок. Список несвязанных рандомных идей всех бесит. Откуда они взялись? Почему их 10, а не 9 или 11? Как их всех запомнить? Все эти проблемы решаются блоками для группировки идей. И, конечно, грамотным объяснением. Шесть. Адженда и трекеры. Адженда, она же повестка дня, и трекеры помогают отслеживать, на каком этапе презентации вы находитесь, как там очутились и чего ждать дальше. Вопрос из зала. Как научиться всем этим пользоваться? Хммм, хороший вопрос. Он даже заслуживает отдельное видео. И, может, даже я его сниму. Но на данный момент у меня есть три ответа. Во-первых, просто практикуйтесь. Вы рисуете слайды, изучайте примеры классных презентаций других людей и совершенствуйтесь со временем. Именно так я и делал, когда работал в McKinsey. Во-вторых, есть крутейшая книга, написанная бывшим директором по визуальным коммуникациям в McKinsey. К сожалению, на непокойном. Это просто библия по созданию диаграмм. Ее читают профессиональные дизайнеры слайдов. В-третьих, вы можете запомнить несколько полезных шаблонов. Вот, например, мои любимые. Данные с выводами График, водопад или waterfall Прогноз по сценариям Драйверы улучшений Список инициатив Оценка по множеству параметров Организационная диаграмма И некоторые полезные объекты для слайдов, включая муны и всякие там галочки. Вы можете скачать все это чудо по ссылке в описании видео. Сейчас я использую их для завершения шаблона с процессией. Давайте превратим рисунки в слайды. Первый слайд я начну с рамки, чтобы красиво было. Затем я добавлю подзаголовок Единицу измерения и график waterfall Для всех диаграмм в деке я использую надстройку ThinkCell Цифры, конечно же, выдуманные Обратите внимание, цвета продуктов не меняются на протяжении всей презы Так удобнее будет следить Я добавляю placeholder для источника. Сейчас это просто так называемый анализ рабочей группы Для второго слайда скопируем блок с подзаголовком и источником с предыдущего слайда Затем добавим второй блок более темного цвета для факторов роста Затем я добавлю диаграмму и круги с числами для темпов роста Сохраняя при этом те же цвета, что и на прошлом слайде Потом я добавлю темпы роста На остальных слайдах я просто покажу нарисованную от руки версию и версию в PowerPoint Если вы хотите посмотреть полный часовой скринкаст, как я рисовал все эти слайды Напишите в комментариях Я поделюсь с вами, что называется большой, длинной и необрезанной версией этого видео Но подозреваю, что не всем оно интересно А здесь представлены версии слайдов до и после И готово! Где же все данные, спросите вы? Почему слайды пустые? Ну, реальные данные находятся под NDA с клиентами Я решил не тратить время на выдумки, поскольку это видео Туториал по созданию слайдов, а не экспресс-курс по стратегии Кстати, если вашей компании нужен таки экспресс-курс по стратегии Принятие решений, проектным управлением или презентациям Напишите мне в личку Все контакты указаны в описании Наверное, вы не так-то часто проводите презентации в стиле консалтинга Однако три приема из этого видео применимы в самых разных ситуациях И не только в презентациях консалтинга Возьмем, к примеру, вот это видео Сюжет этого видео основан на стрелайне А если точнее, на дереве вопросов, которые я нарисовал, а затем перенес в Google Docs Я использовал активные заголовки для разделов видео Так я надеюсь, вам легче запомнить содержание Я использовал трекеры по всему видео, чтобы упростить поиск Спасибо вам за просмотр Надеюсь, видео оказалось полезным Одна просьба Пожалуйста, поделитесь этим видео со своими коллегами Которые хотят прокачать презентации Вместе мы избавим этот мир от хреновых презентаций Субтитры создавал DimaTorzok